Подводные камни от дел, а скорее для дел позитивных, которыми являются выборы в Украине. И в этих выборах нужно элиминировать, убрать нахерен шушваль, воровскую, политическую, чтобы она свалила уже наконец-то, наворовавшись, набравшись Украины. И видео Ростислава Шапошникова в этом очень помогает для Украины очистить эту паскудную, постоянно халуйскую, кремлевскую, воровскую власть, которая убивает украинцев. И они не ведают об этом. А надевают вышиванки и обворовывают, и убивают украинцев. И они снова об этом не ведают. То есть для такого вот совкового-посовкового сообщества вот такие полезные вещи, фильтрация паскудной власти, очищение власти Украины могут оказаться наоборот. Потому что лохи постоянно ведутся на лохоразвод. У них так генотип установлен. И нужно его, эти стереотипные генотипы, разрушать каким-то образом, чтобы наконец-то показать лоху, что он не только неправ, и он самоубийца для Украины составляет этот электорат, что он гнида, подлина, паскудная нечисть, мразь. Чтобы ему стало стыдно, этому лоху, пересечному. То есть и Галитей, и Константиновский, и всякая вот эта лобода и шушваль, которая прососалась к телу Украины, обворовала его, оставила тут война, сгарища, демократия и тому подобное, свалила за кордон себе, там припеваючи живет и по сей день. Она должна каким-то образом ответить хотя бы за Иловайск. И я вижу, что у Ростислава Шапочникова такие интенции и мотивы того, чтобы наказать, наконец-то, тех, которые вогнали, и он в это время там был, в котлы украинских солдат, добробаты и не только. И не ответили за это. И живут себе припеваючи, кто в Лондоне купивши, там с российскими олигархами себе миллионные маедки и тому подобное. По вопросу обналичивания российских денег для украинской сейчас предвыборной кампании. Встречается с представителем власти России, с мафией, и обсуждает вопрос обналичивания российских денег в Украине, причем, что Хамутыник – это бывший депутат партии регионов, это партия Януковича. То есть, как это все нужно объяснить? Такие интересные маневры политические. То есть, это, как получается, одна банда или что это? Это получается, что именно одна банда. То есть, если так дальше будет продолжаться, то так дальше и будет продолжаться постоянно котлы, зрада, предательство, обворовывание, кидание лохов и безнаказанность полнейшая. Поэтому Росвисан Шлаточников делает очень позитивные вещи, говоря об этом, даже с такой фигурой, как Ройтман. Авторитеты криминальные, которые уже практически отошли от этого бренда «авторитет», стали бизнесменами. Что раньше абсолютно это шло вразрез с авторитетством. То есть, уже само понятие «авторитет» размылось как таковой, потому что структура осталась, она видоизменилась. Но дело не в этом. Дело в том, что вот переносится камера теперь в Кремль. Как все это картинкой, ну, верогидно, правдоподобно видится Кремлю. То есть, Кремлю видится что? Чем хуже в Украине, чем там бездарней, халуйская больше власть правит, правит, тем лучше Кремлю. Потому что он на лохах этих выезжает. Как у себя в Рашке, так и здесь, в Киеве, в Украине. Значит, получается, что, или минуя, и находя, наказывая ту власть, которая предала Украину, оставила с котлами, с утраченными территориями, с разрушенной экономикой, и с чистой воровской коррупционной системой, для Кремля это плюс. Правильно получается. И выходит из этого контекста, что Ройтман, таким образом, или минуя, находя воров, с помощью Ростислава Шапошникова, очищает Украину. То есть, Украина должна после этого быть чище, без воров. Ну, и как мы знаем, что чистая страна, организованная военно-милитарно-мощная и тому подобное, это конкуренция Кремлю. Получается, очищая Украину от коррупции и тому подобное, мы этим самым, украинцы, делаем конкуренцию Кремлю и его воровской, тоже вот такой пасхудной, олигархической и тоталитарной и тому подобное власти. Получается, вот так получается, что Кремлю это невыгодно. И получается, что если до 16-го, 15-го года Кремль лил все багно, все, что не льется с уст этих собакиных, этих скобеевых, пропагандонов, путиновских, все, что угодно, на Украину, на власть, теперь, получается, Кремль как бы подзамалчивает и даже пиарит эту рошеновскую быдлозраду. Вот приезжает этот Бондаренко там с Одессы и его, Скобеева, начинает Скобаева Собакина это ругать, проклинать там своим микрофоном, Россия, ТВ и тому подобное, а тот хихи, вот, Украина, там, не Россия и тому подобное, чушь какую-то там выговаривает, тем самым пиарится, тем самым дает понять, что выбирайте меня, мы против Кремля. И Скобеева в этом помогает. Ну, а мы что знаем, что он не против Кремля, а мы что знаем, что он чистая проститутка, марионетка Кремля, и за наличку, за бабло, он продаст, как бы, и ныньку, и мать родную, и украинцев, и любые котлы тебе сделают по заказу. То есть, наоборот, такие нужны Кремлю. И Скобеева, наоборот, его пиарит тем, что он высказывается якобы против Кремля, он там в ИСМЕ, в этом, Россия оккупант, ля-ля, эти все заезженные фразы. Да, Россия оккупант, но он, и вот эта рыговская подлина, причинилась напрямую к этому, напрямую в этом винна, виновата. А теперь она кричит, эта рыговская подлина, что Кремль виноват, там Россия, Путин. И на этом выезжая, делая себя пиар, они снова попадают в этот коррупционный рай, который называется банковая президентура, парламент и тому подобное. Котловария чистая для украинских солдат. И котловария также для обывателей Украины. То есть, это, наоборот, выгодно Кремлю. А что выгодно Кремлю? Чтобы они попали к власти. А как они попадут к власти? Тем, что будут ругать Кремль. Вот Скобеева и делает им этот шанс. Ругать Кремль. Чтобы они попали к власти и дальше грабили, разворовывали, обнищивали Украину. То есть, если голова спецслужбы, СБУ Украины, вот этот 4 шумыр, или как его говорит, на всю страну заявляет. Те воры, воровки и тому подобные, овки. Но мои коллеги с ФСБ России, путиновского ФСБ. Мои коллеги с ФСБ. Мои коллеги с ФСБ. Тут в Украине все воры-воровки, а у него приятели, коллеги с ФСБ России. Вы представляете, какие идиоты правили и до сих пор правят семочки, шмомочки Украиной. Вы представляете, как это выгодно Кремлю? Я не представляю. А вы представляете? Да? Мало представляете, потому что биомасса до сих пор сидит и никуда не выходит. Потому что она малопредставительный орган в своем государстве. Просто биобыдло стада баранов. С тяжелым психиатрическим, не то что там психологическим заболеванием, глубокого патернализма, колобства, поклонения Кремлю. Ну, потому что это самый сильный, да, был тогда орган. То есть, если свечения, слова, эвиденции, какие-то доказательные, говорительные доводы с уст Ройтмана сделают какую-то, создадут опинию, да, что они эти плохие, то неужели получается Ройтман круче ФБР и других спецслужб, СИАЭ, там, США? Нет, конечно. Мы что, понимаем, что и Кремль щеманули, загнали, сейчас загнали, это неизвестно, завтра он может вырваться с этого тупика. Но этот тупик крымско-донбасский, через санкции и тому подобное, да, приходилось щемить и прижимать яйко многим чмошным подлинным европейским политикам, соскам Кремля. Да, ну и когда-то пора браться за Украину, чтобы она все-таки очищалась, а не просто выезжать на коррупцию Украины, заманивать сюда Кремль, путятину, которая набрыдла уже всему миру, и мочить его тут, и мочить вместе с этим и украинцев, и честь, и гордость Украины. Когда что-то закончится? То есть, сыграв на комплексе неполноценности Путина, Путятина, его фобичные, там, скрытые, всякие девиационные вещи, которые он приобрел, там, в молодости, в юности, которые его до сих пор мотивируют, делают из него гордыню, они этими комплексами его загнали в эти санкции, рестрикции и тому подобное. И это только начало. Но это же не значит, что мы должны, Украина, быть постоянной для этого приманкой и жертвой. То есть, через коррупцию, через эту гнидозраду, это же дегенерирует людей, украинцы, сколько ж можно. Надо ж пора все-таки как-то вычищать эту мерзоту, да, благодаря которой этой мерзоте загнался Путин, ну и загналась же и Украина, хотя она и сама, и украинцы в этом виноваты. Вот как с этого коллапса и выйти. И Янукович, когда говорит, что его кивали как лоха, еще брючку поломал бы, или еще извилину лишний раз у себя перекрутил, слишком выпрямленную. Меня кинули как лоха. Не как лоха, а как чмошника, которым он и является. Гнида и чмошник. Вот этим самым он, Янукович, загнал себя. И тогда Америка может досить прозоро клей-авей запытати. Ну, бог, кто еще запытает у нас это. Самые мы не можем. Бо, как видите, Европа, которая барахтается постоянно в своих помилках, в своих исторических, идиотических ошибках крылавых, которые остаются и по сей день. Потому что та же Европа просрала всю свою военную мощь, поклонилась путятине, сколько там пропутятишных правительств, пропутятишных политических вплывов, влияния. То есть, американ джим может запытаться, почему вы делаете так грустно, дизгустливый способ, что вы делаете? Почему вы ДТ таким шляхом, пердолентом, паскудным и ниже человеческого достоинства? Вы политический бомонд, за которым идет паство ваше, украинское. Таким, как сапер, может ошибиться только раз. А Галитей, командир этих саперов, может подставлять этих саперов и ошибаться сотни раз. Почему это так происходит? Да потому что ему плевать на этих саперов. Он на этих саперах нажил себе маяток в Англии, а саперы зашли через помылки, командование, да, это все. Он же направляет командование, вонючий, смертящий генштаб продажный, блин, сианистический. Он направляет наших украинцев. Куда? В котлы. То есть питание очень загальное и простое. Почему вы действуете так? Вы что, совок? Вы что, рашка? Вы что, биотупая масса, как в рашке? Нет. Вы же нет. Конечно, вы же заявили о себе, что вы независимая, неподвижная Украина, суверенная. А ведете себя хуже рашки? Потому что рашка не заявляла нам федерация совковых холопов, холуев Кремля. И они себя так отождествляют. А мы ж нет, мы ж наоборот, мы ж Украина суверенна. Но ведем себя так, как мясо для рашки и для всех стран, которые здесь хотят через кровь украинцев зарабатывать бабло, крови украинцев. И делать на этом классный интерес. То есть мы сами себя поставили в такое ракообразное смердячее положение. И бомонд, и электорат. Такой самый, так же стоящий. Поэтому Америка единственный орган политический, геополитический, который может что-то спрашивать. Потому это пример того, как они создали демократическое государство. Спросите сказать такое, что если вам нравится быть такими ракообразными стоящими, то это ваш выбор. Делайте так. Но вы не забывайте, что эти места на земле, на мапе, они не должны принадлежать атеистическому сброду, который является сейчас Кремль. Тогда здесь будет что угодно. Если вы не хотите быть достойными людьми, достойной суверенной нации, значит здесь будет что-то другое. Если вы этого не достойны, если вы плюете на свой суверин. Но геополитическое соотношение таково на этих терренах, территориях, например, Украина, что уже даже и Штаты не могут позволить, чтобы здесь был кавардак, военный бардак, постоянная осиное гнездо говна террористического, как в Сомали или других странах 10 или 3 мира культуры примитивной. Вот они этого не могут позволить. И в принципе и мы, как культурное сообщество украинское древних князей тоже не хотим этого, но позволяем через свою ракостоятельность, ракообразность, потому что это кто виноват, что 4 танка не могло выехать из бокса в 14-м году, чтобы борол эту неньку свою, потому что тот самый Лисичанск занимали десяток обалдуев, сепаров, криминалистов. Потом уже, когда пришли до барвата, они их выбили, те дропанули. Еще стариконов обстреливали людей, покуда в них не долбанули с гранатомета. И Кремлю, и Рашке естественно выгодно такое мощное воровское коррупционное поведение Украины и этих игроков, которые на этой территории. Потому что все отвлекало будет идти на эту территорию, а это потоки, это ветви, сообщающие Китай, Европу и тому подобное, куча, куча, масса всего этого, что Рашке выгодно. Ну Рашка это что? Кремль, это что? Поп земли, это что? Матка в муравейнике, преклонение, это уже больше половины или меньше там, ну какая-то часть половинчатая россиян уже сама плюет в эту кремлевскую заразу, они уже открыли бэньки свои, очи, и наконец-то пересмотрели свои отношения в этом мире, нафига они там живут, воздух коптят, как плесень, как планария, они как люди, данные богом, по своему подобию, воля и тому подобное, Европа, европейская культура, НАТО, это классно, но это тоже затмаренность, вы посмотрите, убили мэра Гданьска, Павла Адамовича, да, он был левацким сметян, так бы так сказать, продавал Гданьск, вотчину немцев хотел его сплавить, так как и Кушнарев в свое время хотел сплавить Харьков в Россию, электрослабжения, ихнии вэжи, вэжи, мэрэжи электричные, российские, так само уже Гданьск питается и платит за электричество Германия, то есть он уже чуть ли не хотел опять сделать вольным местом Гданьск, а потом что-то у него встряхнуло или карты так упали, шахматы, сори, не переваривай карты, что он отошел от этой предательской партии Тузка, ПО, платформа обывательская, Путиновская, Тусковская и перестал с ними якшаться и через полгода его убили, вот недавно буквально, и посмотрите на рыло его родственника, родственничка Чумошин, которые там эти рыло сидят на похоронах Павла Адамовича и ржут, усмехаются, то есть для них как такового отца или кто там им родственник не существует, для них существует только бизнес и бабло, представляете, это то же самое, то есть убийца бегает по сцене, радуется, что он убил, только что завалил два ножовых очень точные, профессионально очень ранения смертельные оказались, и потом на похоронах его семейка так же ржет, как и этот убийца, который скочит по сцене, вот что нужно знать о высокой культуре этой, Савка уния европейская. Другими словами, Штаты, почему Штаты снова, потому что Европа это в принципе сугубо эгоистические органы государственные, которые своим примитивным мозжечком, который опримитивился через газ путиновский, но не способны принимать аж такое участие в геополитике, как это делает США, и поэтому США очень заинтересованы, чтобы в Украине и Украина была настолько милитарно мощным панством, государством, чтобы смогла она сама боронить свою неньку державу от Зазихань кого угодно, от Орбана, от Путина, Шмутина, Шойгу, от кого угодно, это в интересах Штатов, чтобы еще плюс Украина была и сама она хочет Украина, ну хочет так, ахаххочет, а пускай кто-то это нам сделает, это мозги патроналистические, хотения тоже патроналистические, что там не интересно, чтобы их постоянно на них лаяли и критиковали за то, что вот Украина, это Россия, это русские там живут, они хотят быть вместе со своей вотчиной, какой вотчиной, там болото были московитянские, макшанские, когда тут уже была русскиевская вотчина, вот с чем хочет быть Украина, они с постоянным предательским московитянским болотом, который предает своих россиян, не считает их за людей, считает их за холопов, за быдло, тупорейшее быдло, плюет на них с утра до вечера, они жалуются, кому? Кому россияне могут пожаловаться, кроме камикадзе, кроме Дмитрия Иванова, сотника, Васильевой и Мальцеву, других проведенных российских политиков, в выгнанию, так бы, проклятой Кремлем политики, вот они только и могут им писать, жаловаться, а они в Ютьюбе замолвают пару словечек, и все, так что, это такую Украину хотит, хочет Штаты видеть, или сами украинцы хотят такую видеть, быдляцкую, нет, конечно, но и усилий сами приложить не могут, потому что коррупционное корыто дерьмо полнейшее, а сами выходить не могут, они такие интеллигентники, зачморенные, но вот и сидят в этом гамне зачморенности, и сами барониты не могут неньку, нема оружия, да, не было оружия, и в 18 году не было оружия, кто в этом виноват, да, кто ж виноват, разборная австро-венгерская империя, что она нам не сделала таких же уланов, как сделала эта Франция для Польши, и мы не смогли ведь стоят, здесь прошла банда муравьева, порезала всех, ограбила, повзрывала, уничтожила, и сделала совок, быдло ваты, то есть, чтобы срезюмировать, Кремль, естественно, понимает и просчитывая не то, что там ходы, на сколько это там вперед, он понимает электоральное настроение простых украинцев, которые не хотят войны, которые неактивны, но войны не хотят, естественно, и проукраинских украинцев, которых становится все больше и больше большинству, он это просчитывает и старается таким способом, чтобы на критике к себе, на критике к Кремля, приходили предатели Украины и друзья Кремля, на критике Кремля, и он тогда может, вот торгует же Ройтман с Узбекистаном, и он может в принципе, это гипотетически, на чем его подловить, на чем-то, если у него там товар будет перебрасывать через ту самую Россию, и надавить на него, чтобы он взял и сказал в эфир, то есть, не буквально открыто, это будет видно как под прессингом, а через какое-то интервью или через какое-то заявление он бы, Ройтман, сказал бы воочи, во всеслышание, это было с видео, не только аудио записано, что он, Ройтман, за Путина, он за российский, путиновский, кремлевский Крым, что он за аннексию, он за сепаратизм в Украине, чтобы Донбасс оставался постоянно в рашке, и тому подобное, то есть, если он сделает это заявление когда-то где-либо, желательно перед выборами украинскими, и если его разоболочения поднимут большой галос по миру и в Украине, то получается все, что он говорил, плюс и позитив на благо Украины, то оно все превратится в фейк, и наоборот приплюсуется это все к ворам, которые ограбили, галитею, которые пустили украинцев в котлы, вогнали их, кровь пролили, а сами убежали, утекли, и на этом, на своем криминальном прошлом забудовали себе маетки в ванле, и живут тихо пропевающе, никто их не карает, тогда они опять останутся в тени, и опять придут политики пропутиновские, но на критике Путина, потому что критиковать их будет и Путин, и Скобеева, и все, и они на этой волне, потому что украинцы же не хотят войны, но они не понимают, что они не хотят войны, не просто давайте за мир помолимся, а тут должна быть реальная победа Украины, ну не буквально там победа, чтобы кричать, но Украина должна занять эти территории свои, отвоевать каким-то образом дипломатическим, естественно, и милитарным по-другому никак не получится, а эти сошки и подбутники подкаблучники Кремля, если придут, то это будет опять на 4 года то же самое, что было при рошении-порошении предательства, зрада, котлы, кровь, смерти украинцев на передке, и будут опять такие же самые главы СБУ разоблачать вот таких вот зрадников-коррупционеров и прикрывать тех же самых зрадников-коррупционеров, через которых вышли котлы, и будет говорить так же на лохохлопанья тупых лохов в студиях, которые их будут слушать, что мои коллеги с ФСБ, мои коллеги с ФСБ, тупой идиот, это вторая съемочка, вот о таких съемочках Украина и просрала свое будущее, просрала свой суверенитет, и у США, у штатов в Америке с Совком были всякие договоренности, они могли то, чтобы плести, говорить что угодно, но США, штаты не просрали себя, а эти взяли и просрали, потому что им наплевать на Украину, потому что такие политики, такое био-быдло масса народиц, народиц, к сожалению, и они его не воспитывают, а наоборот загоняют еще в больше лохобыдлизм, потому что им выгодно быдло, лоховство, стоящее на колене и ничего не просящее, тупые, блым-блым глазами овцы, им же эти выгодно, для лохотронщиков, то есть Скобеева, Собакина это, она из рыговских марионеток Кремля делает из них для общественного мнения в Украине чуть ли не мучениками системы Путина, то есть они борцы против системы Путина, а Скобеева на них гонит, поднимается такой эмоциональный фон, ха-ха-ха, посмотрите, как они против Кремля, против Путина вот такое сказали, ее отшвырнули, все изумляются, да, они и справились, типа Янукович исправился, да, это все делается для того, чтобы эту бывшую ригомерзоту привести опять к власти, чтобы она своим подлинным, сцикливым образом подчинялась Кремлю и придавала все интересы суверена Украины, продавала опять милитарную составляющую, ради маедков и тому подобное, то есть что угодно, как угодно изворачиваться, сейчас собирается Кремль, но только не привести таких людей, как Саакашвили, с таким характером, с такой наполегливостью, с такой решительностью, уж точно путятине такие люди невыгодны, потому что они делают, они даже не говорят перед тем, что когда будут принимать какие-то деловые решения геополитические, они просто делают, Путину такие вообще невыгодны, потому что он сейчас сидит уже в олигархическом геополитическом омуте, на него уже наседают, то есть если при позднем Ельцине или при раннем Путине вот эта коллегия с ФСБ, они расценивались, это было так, что ну давайте вы нам газа подкинете, вы нам того и сего подкинете, придем в политике, мы ну там будем больше русского языка развивать, русской культуры ну и как-то там будем жить более-менее продвигаться там куда-то там, да, барыжничать, там, воровать, там, то-сё, политика опять то-самое, Европу казачьи там, кидая там в чем-то, то-сё, Америку немножко, там на Ираках, там Шураках играть, геополитически и всё, но при уже среднем Путине, не, ребятки, давайте, сдавайте нахрен всю милитарную составляющую, то есть просто там культуру, язык, шуры-муры, троллевали, совместные проекты культурные, там, экономического, там, дележа, отката какого-нибудь уже не будет, кутятина, так сказать, сдавайте всю нахрен свою систему экономическую, весь, всю экономику сдавайте, продавайте, блин, нараспил, и всё военное, ваше, и весь оборонный комплекс сдавайте, продавайте, только так мы вам газ этот дадим, а так, не-не-не, вот, на что согласилась Ющенковская продажная для Януковича банда, когда сдала Януковичу всю страну, вот она на что согласилась, не на какой-то там процентик, а на полную сдачу Украины, и до сих пор их Путин за это уважает и хочет к власти опять вернуть, то есть, другими словами, к чему я веду, что если завтра или перед выборами украинскими из разоблачений Ройтмана поднимется огромнейшая шумиха, разоблачающая воров и предателей в Украине, которые довели эту Украину до котлов и не наказаны и тому подобное, если после этого шума огромного поднятого Ройтман выйдет просто где-то в интервью скажет на прессу, что он за Путина, он за сепаратизм в Донбассе, он за российский, пророссийский Крым, пропутиняшный, то знайте все, это чистая логика, что его щеманули, его взяли, его бортанули и смусили, его примусили, его заставили и это сказать, чтобы бизнес его отпустили или еще как-то с ним его оставили в покое. Только так можно это будет расценивать. потому что Путину путятине абсолютно невыгодно, чтобы поменялась рашеновская предательская власть в Украине. И поэтому Путину очень выгодно и он будет заглушать и профанировать все скандалы, которые обрушиваются на эту зраденовскую предательскую власть в Украине. То ли рашеновскую, то ли какую-либо угодную, которую сейчас нужно менять. То есть к чему я? Если Ройтман изменит свои показания перед выборами и начнет петь дифирамбы ФСБ и Путину против Украины, наоборот выгораживая этих олигархов воров, которые довели до коллапса Украины, до невозможности бороться и отстоять свой суверен украинцам, милитарное и тому подобное, то знайте все, что это уже не тот Ройтман, это уже будет тот Ройтман, которого щеманул Путин. И тогда лучше всего верить и брать к сведению те его первоначальные интервью с Шапошниковым сведения о ворах олигархов Украины, чтобы они снова такие же самые, не пришли к власти и снова не сделали дерьмо кровавое в Украине, а не те, которые он будет после того, как его щеманут, говорить что-то плохое на Украину и менять свои свечения, менять свои показания. Яна, это уже будет, что его щеманули, потому что изначально это у него было как от души, как помочь людям, которые борются за свободу, за честь, достоинство и против тех, которые гнида, ФСБшная, путятишная, гнидная воровская система Путина, которая сганьбила, профанировала саму Россию. То есть Ройтман, помогая Украине достичь процветания блага и милитарной силы, он помогает той самой и России, потому что этим самым будет уничтожаться и придать в занепад режим Путина. Убийцы всего славянского, всего христианского. Собрались убки поменять молитвы, для этого скотнят и строят и мази. Субтитры создавал DimaTorzok